Укрпочта сию секунду телеграфирует, что мне пришла посылка. Международная, между прочим. Из Китая надо мчаться. Эх, Клеопатра Заклеповна, может ты сходишь? В очереди постоишь там, с бабками пообщаешься. Ладно, сам скажу. Не допросишься. Ты мчался. Очередины на Укрпочте это. Ненавижу ее, гадство. Готов поспорить. Вы так же, как и я, терпеть ненавидите прелюдии в виде кромсания посылки ножом. Поэтому опустим этот момент. Ящичек, показанный выше, содержит следующие компоненты. Вот такой блок питания. Ох, мощный. Ага. 24 вольта, 15 ампер. Охренеть. Вот такие две детали. Пока что не знаю, для чего они. Различного рода крепеж. Супер-мега кусачки. Провод USB, флешка, прочая мелочь. И последнее. Вот такой агрегат. Тот самый случай, когда сборка занимает две с половиной минуты. Устанавливаем направляющую и фиксируем ее с обратной стороны двумя винтами. Между прочим, данная направляющая крепится в двух местах. Снизу, отсюда, как я уже показывал. И отсюда, посредством закладных галек. Далее установим ходовой винт. Поставляется он в таком тубусе. Молодцы. Это очень важная деталь. И любой изгиб, даже тот, который не виден на глаз, может очень повлиять сильно на точность, да и вообще на работоспособность всей установки. Ходовой винт соединяется с валом шагового двигателя оси Z с помощью переходной втулки. Винты ходовой гайки изначально затянуты не до конца. Поэтому мы затягиваем их после того, как ходовой винт уже закреплен с двигателем. Готов поспорить, что даже довольно далекий человек от данной сферы догадался, что это за аппарат такой. 3D принтер. Классный. Что мне понравилось? Понравилась в первую очередь подложка на магните. Очень удобно. То есть мы сможем даже горячую деталь быстренько извлечь и демонтировать с данной подложки. И также быстро эту подложку установить на место. Также понравились рельсовые направляющие. Именно такие я хочу установить на свой ЧПУ станок. На данный момент на моем станке ЧПУ установлены линейные направляющие. То есть обыкновенный вал по сути. И он имеет гораздо больше люфтов, чем каретка. Обязательно нужно установить себе на ЧПУ. Также как электрончик в отставке. Очень понравился блок питания. Я вообще предпочитаю, чтобы блоки питания были выносными. То есть не внутри корпуса устройства, а выносные. Во-первых, его можно всегда отремонтировать в случае чего. Во-вторых, за счет того, что блок питания не внутри самого устройства, уменьшаются существенно его габариты. Мощность 300, получается 360 ватт. Я, честно вам признаться, понятия не имею, зачем такая гигантская мощность. Видимо, с большим запасом. Что также плюс. Единственный момент, который меня вызвал определенные вопросы, это висящий в кавычках в воздухе ходовой винт оси Z. Не знаю, мне кажется, все же было бы не лишним сделать здесь какой-нибудь кронштейн, для того, чтобы этот край винта обеспечить какой-то поддержкой. Хотя, с другой стороны, это не фрезерный станок. Здесь, в данном случае, особой жесткости не требуется. Я так понимаю. Перед тем, как включать, проведем небольшую калибровку. Лист бумаги. И опускаем систему до срабатывания концевика. Для того, чтобы немного поднять или опустить рабочий стол, присутствуют вот такие вот ручки. То есть, мы подстраиваем для того, чтобы лист плотновато, достаточно плотно точнее, перемещался, мог перемещаться по рабочему столу. Настало время включения. Сразу же проверим срабатывание концевых выключателей, а также правильность перемещения стола. Выравниваю конец пластика и устанавливаю его. Пропихиваем максимально глубоко. Процесс идет. Можно смотреть вечно, я вам признаюсь. Я раньше думал, что на ЧПУ станок можно смотреть вечно. Оказывается, на работу 3D принтера также можно смотреть вечно. Печатаю губка, а буб квадратные штаны. Почему-то стандартные мне не захотелось печатать. То есть, стандартные модели, которые идут на флешке, которой комплектуется сей станок. Осталось буквально немного времени. Если верить статусной полосе, то процесс окончен на 91%. Ждем. Осталось совсем чуть-чуть. Готово. Посмотрим, что получилось поближе. Вот такой губка БОП при близком осмотре. Напечатала идеально. Не видно следов слоев, как с магазина. Ну, кроме того, учитывая, что это мой первый опыт, для меня это превосходно. Может быть, чего-то я не учитываю, что-нибудь переучитываю. Классно. Вот такая печенюха. Я не великий пекарь, но получилось прикольно. Что мне понравилось больше всего? А понравилось больше всего то, что станок готов к работе буквально после распаковки. Сходили на почту, забрали посылку, открыли, два винта, закрутили, все готово. Все интуитивно понятно. Честно вам признаться, я даже в инструкцию не заглядывал. Ну, инструкцию по сборке я не веду. Все элементарно, элементарно. Даже по сравнению, я вам скажу, с ЧПУ станком, который я также покупал в Китае, никаких сравнений. С ЧПУ мне пришлось еще его дорабатывать достаточно длительное время, чтобы он работал по металлу. Здесь же ничего дорабатывать не надо. Поставил и вперед. Ссылка, где его можно приобрести по наиболее выгодной цене, будет в описании под видео. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, особенно те, кто разбирается в 3D-печати. Жму руку, как всегда, весь ваш Новосаран. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok